Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет. Иногда к нам приходят те или иные вопросы, и вот сегодня одна из слушательниц спрашивает нас, считается ли обливательное крещение завершенным таинством или нет, либо надо признавать полное погружение. И вот слушательница, она еще уточняет и делится такой вот историей, такой трагедией. У нас несколько лет назад случилась такая история. Священник объявил, что уходит в старообрядческую церковь, он заново крестился, заново рукоположился, венчался и всех прихожан призывал поступить так же. Распадались семьи, друзья переставали быть друзьями и многое другое. Со стороны все выглядело как помрачение, которое принесло вражду и слезы. Я не дерзаю категорически судить обо всем, мне не хватает той полноты знания, как у вас, имеется в виду наш портал Экзегет, поэтому и решила обратиться за помощью. Да, дорогие братья и сестры, здесь, конечно, целая такая вот трагедия представлена, потому что получается так, что пастырь, который уже обладал благодатью священства, который уже пребывал в церкви как предстоятель за людей, он не только оставляет вот свой приход, но и разваливает семьи, разделяет друзей, пытаясь перевести кого-то за собою. Ну что же, неужели мы считаем, что неправильно крещена была, скажем, Блаженная Матрона Московская или преподобный Гавриил Сантоврийский, Гавриил Ургебадзе, или что неправильно осенял себе крестным знамением преподобный Паисий Святогорец, то есть святые наших дней, которые крестили старые перстны и которые таинство принимали именно в нашей православной церкви, не уходя никуда в старообрядчество. Причем сразу скажу, что я вот не склонен специально осуждать старообрядцев, потому что тоже ведь в каждую эпоху, в каждую эпоху у церкви возникают те или иные обряды, то есть это вот как живой организм церковь, которая растет, развивается и одни одежды для младенца, другие одежды для отрока, вот он взрослеет, у него уже новые одежды, и таким образом, хотим мы того или нет, но со временем ряд обрядов, они претерпевают изменения. Но когда человек во главу угла ставит свой обряд, то обряд становится выше любви. И вот из-за чего происходили эти склоки? Из-за того, что крестным ходом идти по салонь или противо салонь, то есть когда из храма выходили крестным ходом, то куда? Вот налево идти или направо вокруг храма? Из-за этого спорили, невероятные такие поднимались баталии, и не любили друг друга в этих спорах. Вот что самое страшное. Неужели же Богу от нас более важно, куда мы направо или налево пойдем крестным ходом, нежели любовь в наших сердцах, добродетель, жертвенность, смирение, то, что и отражает дух Христов. И вот эти вот споры, они и привели к подобным расколам, и уходить туда, конечно же, никакого смысла нет. Вот верно сказала наша слушательница, что со стороны это выглядело как помрачение. Кстати, апостол Павел, он пишет в первом послании к Тимофею, в шестой главе, «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии». А как раз здравые слова Господа, они в чем? В том, что дух выше формы. И незаконничество фарисейское, за которое нужно держаться, за какие-то внешние формы, а прежде всего дух любви, сострадание, жертвенность. И вот кто этого не держится, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми, поврежденного ума. Да вот верно наша слушательница сказала, что там некое выглядело помрачение. И вот таковые люди, они чуждые истины. И говорит апостол Павел, удаляйся от таких. То есть, если мы встречаем все вот эти препирательства, которые лишают мира церковного, которые бесконечно спорят друг с другом, пытаются все время наши священначалия укорить то в каких-то там преступлениях, то в каком-то там экуменизме и так далее, и везде вот какие-то страхи. Слава Богу, Господь нас возрождает, нашу церковь, и, конечно же, не оставит. И вот благодать, которая через Блаженную Матрону Московскую проявлялась, через Паисия Святогорца, о которой мы говорим, она показывает, что в нашей церкви действует Святой Дух, и Он действует именно через таинство, которое даны нам. Спаситель, уже когда вот Он воскрес, победил смерть, то Он говорит ученикам, «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая соблюдать все, что Я повелел вам». Вот, то есть, не просто крестите, но и соблюдая все, чему учил сам Господь, а Он учил Духу любви. И вот, что касается, конечно, вот такой формы, то непосредственно в Евангелии мы этого не найдем. Конечно, само слово «крещение», по-гречески, «баптизма», оно предполагает некое полное погружение, как символ полного умирания для греха и совоскресения вместе с Господом нашим Иисусом Христом. Но церковь – это не какие-то застывшие мертвые формы. И люди оказываются в самых разных обстоятельствах. Вот, допустим, из Луга Духовного. Луг Духовный – это одно из таких важнейших потеряковых сказаний древности, где блаженный Иоанн Мосх собирал истории, связанные с теми или иными подвижниками. Вот он приводит повествование Авы Андрея. Он рассказывает Авы Андрея и говорит, что вот в молодости я вел жизнь беспутную, разбойную, и я вот еще 10 таких же молодых людей, мы, наделав беспорядков, скрывались, шли через пустыню. И вот среди нас был один тоже молодой, он был еврей, иудей по исповеданию, и он заболел. Заболел настолько, что его несли на руках, чередовались, а потом уже настолько сами устали, что думали вот его уже оставить в этой пустыне, и пусть он там погибает. И тут вдруг неожиданно этот иудей, видимо, у него какие-то внутри назрели вот внутренние такие перемены, он говорит, прошу вас, не оставляйте меня, но крестите меня, я тоже хочу быть христианином, хочу быть вместе с Господом Иисусом Христом, а если вы меня бросите, то я умру некрещенным и не войду в Царствие Божие. Но они смотрят вокруг пустыня, где взять воду, и говорят, чем же нам крестить тебя? Здесь же вот только один песок, да и мы к тому же миряне, а это дело епископов и священников, совершать таинство крещения. И вот они недоумевали, но вдруг один из них сказал, поднимите его, и вот его приподняли, этого иудея, и один из вот этих вот путников, который вызвался совершить это таинство, он набирает песок, а набралось какой? Вот с той надеждой, что дожди сходили на песок, и какая-то вот влага там еще осталась, и он трижды крестил, посыпал песок вот на голову этого умирающего иудея со словами, крещается раб Божий такой-то, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. И после этого вдруг происходит чудо, иудей полностью исцеляется, но, собственно говоря, он уже и не иудей, он уже христианин, потому что Господь вот через это удивительное дело, которое никакими канонами, конечно, не прописано крестить песком, но была вера, что там есть хотя бы какая-то влага в этом песке, и что Господь сподобит его крещение, и вот он действительно полностью исцеляется, уже идет, радуясь как христианин, потом рассказали епископу об этом, и тот тоже удивлялся величию чуда, то есть это было признано, но это, конечно, такой исключительный случай, а бывает много ситуаций, когда крестить можно только через обливание, допустим, когда мама в роддоме, вот она родила ребенка, и он может умереть, и тогда она может сама крести, даже просто вот набрав воды из крана, перекрестив воду, вот вначале осенив, немножко вот помолившись, вот если она помнит какие-то молитвы, Царю Небесный, допустим, Отче Наши, другие молитвы, а потом она может трижды возлить воду на голову малыша, повторяя, не обязательно именно какую-то крещенскую, святую воду, великую агиасму, а просто обычная даже вода из крана, которую осенить, и сказать, Господи, благослови, и потом возливает трижды на голову бладенца со словами, крещается Рабожий, имя произносит, крещается Рабожий, такое-то во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. Вот такая формула с троекратным возливанием воды на голову – это уже полное таинство крещения, и я знаю, как бывало так, что, допустим, жена вот умирающего мужа так крестила, потому что он, в принципе, вот уже хотел, готов был принять крещение, но случился приступ, и чтобы вот не допустить его смерти вне таинства, супруга крестила его, и он после этого умер, но он уже считается чадом церкви. Если брать историю, то могу вспомнить такое древнехристианское произведение, литературный памятник от первого века, кстати, еще времен даже апостолов, по-гречески называется дедахи, учение, или полностью дедахи, то он додека апостолом, учение двенадцати апостолов. И вот этот памятник, он отражает жизнь церковной общины в сиро-палестинских местах, в Сирии, Палестина, вот в тех краях. И там сказано, что крестите во имя Отца и Сына и Святаго Духа в воде живой. Вода живая имеется в виду незастоявшаяся, неиспорченная вода. И буквально вот в тех местах вода живая – это вот, ну, как родник, который течет, живет вода, да, движется, дает жизнь всему остальному. И ведь крещение – это символ воскресения, приобщения к подлинной жизни, поэтому действительно крестить надо в воде живой, то есть не в тухлой, неиспорченной, а именно в такой вот, которая есть символ подлинной жизни. Но там же в дедахи сказано, если же не имеешь воды живой, в иной воде крести. Если не можешь в холодной, то в теплой. Если же не имеешь ни той, ни другой, то есть нет водоема, куда можно погрузить, даже пусть застоявшаяся вода, но вообще нет. Если же сказано, не имеешь ни той, ни другой, то возлей воду на голову трижды во имя Отца и Сына и Святаго Духа. То есть уже в первом веке, вот как отражает нам книга дедахи, это такая первохристианская книга, она не в числе священного писания, а вот именно в числе, ну скажем так, писаний мужи апостольских, учеников апостолов. И вот она, эта книга отражает традицию, что когда первые христиане проповедовали в разных местах, они могли умирающим, больным проповедовать. И человек готов креститься, а воды нет. Вот я жил на Святой Земле восемь месяцев, я скажу вам, что летом там вообще беда, это не то, что вот у нас в России. Летом там может даже дождинки не быть. Затем попробуй отыскать какой-нибудь родник, водоем. Это в принципе крайне такая трудная задача. Кругом скалистые горы, каменистые, редкий такой кустарник, все такое безжизненное, и отыскать воду очень и очень трудно на самом деле. Ну только если там, скажем, Галилея, вот северной территории Святой Земли, да, там уже более так вот обильно, растительность получше. Но в ряде мест воду найти очень трудно. И дожди идут только осенью и зимой. Так вот, как крестить? И вот крестили в том числе и так, что возливали воду на голову трижды, о чем и свидетельствует вот этот древнехристианский памятник книга Дедахи, учение 12 апостолов. Вот такие ситуации, они бывали. И прямо скажу, что я сам тоже был крещен через обливание. Нас ставили в тазик, трижды вот возливали на голову воду во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И я сам помню этот вот удивительный момент, ведь вере нас никто не учил, но когда мы, я там, вот сестры мои принимали таинство крещения, то внутри вдруг засияло просто вот ни с чем не сравнимое чувство, это даже не чувство, а такое состояние души, что ты действительно как будто вот купаешься в благодати Божией. Удивительная радость. Как будто кто-то вынул из тебя всю грязь, выкинул наружу, и тут же внутри свобода, радость и счастье. Вот это состояние держалось около года. Поэтому не нужно думать, будто бы Господь не милосерд, будто бы Господь ждет от нас вот строгого такого вот жесткого исполнения каких-то вот форм. Господь, Он прежде всего, любовь. Иначе бы Спаситель, Он ходил бы не с апостолами, с каких-то там бедных рыбаков, а с фарисеями, вот с ними бы ходил, и вот эти вот строгие законы возлагал бы вот эта строгая ига на шею людей, но Спаситель нет, Спаситель сказал, что мне не с вами. Спаситель отделился от фарисеев, и за это они его не любили. Поэтому, когда сегодня кто-то настаивает вот только на какой-то вот жесткой такой норме, такой человек волей-неволей, он тоже впадает вот в это фарисеевство, немножко вот он утрачивает дух Христовой любви. Да, Господь нам все-таки сторонится этого, чтобы не было такого, как здесь сказано, что распадались семьи, друзья переставали быть друзьями, со стороны все это выглядело как помрачение. А ради чего? Только лишь ради того, чтобы просто вот поменять обряды, да. Но Господь от нас не обрядов ждет, Господь от нас ждет искреннего, чистого сердца. И вот, скажем, когда маленький ребенок тянется уже ко Господу, да, может быть, даже он где-то неправильно осенит себя крестным знамением, не все правильно сделает, но душа его намного чище, чем наша душа. А Господь говорит, будьте как дети. Вот, братья и сестры, поэтому пусть никто не смущается, что если он крещен был в советские годы обливательным крещением, если он не через полное погружение, все равно благодать Божия выше человеческого несовершенства. А сейчас, когда церковь уже свободна, то, конечно, было бы неплохо возрождать, и в принципе это возрождается, и во многих храмах даже есть специальные такие вот баптистери, где купальни, специальные крещальни, и туда можно вот спускаться и погружаться полностью. В этом, это, конечно, тот идеал, которому надо стремиться, но если кто-то крещен по-другому, внешне по-другому, но с той же формулой во имя Отца и Сына и Святаго Духа, то это и есть тоже подлинное полноценное крещение, через которое мы наследуем жизнь вечную. Спаси и храни всех Господь. До скорой встречи, дорогие братья и сестры!